кстати такой сделали мини магазинчик можно зайти что-то прикупить раньше тут его не было и еще есть душ посидеть тип кафешечки может стать кофейку давай сделаем кофе а спросим сколько стоит а тут кстати смотрите инстаграм у вас есть да санс новков вот кстати люди заходите кого будет интересно можете зайти там и всю информацию в принципе что почем узнать я думаю тут кстати беседка примерно сколько будет стоить вот эти вот компании а это те которые над обрывом здесь вот мы находимся над обрывом в одной из беседок всем привет ребята сегодня находимся в таком замечательном месте коляна у нас будет гидом сегодня расскажи коляна вот куда мы приехали мы приехали чтобы победить короче эта остановка парус называется так и мы сейчас движемся стороне его да и ставлю виноградника есть такая есть такая информация что они даже возможно принадлежат владимир владимирович но это так слухи мы как говорится это не подтверждаем автобус маршрутная до маршрутка вот такого такого плана до номер восемь и очень то пройдемся сейчас да и посмотрим там говорят офигенно красивые виды то есть как под сосновки кто был то примерно представляешь что это такое вот а в городе галенджике принципе это один из лучших пляжей я так думаю да как ты считаешь ну пойдем посмотрим ну то что людей там не будет это уединение с природой если вы любите природу то это для вас именно сюда ну не валяться тюленем на городском пляже а именно походить погулять по пешеходному таким вот фаршрутам также как и сочи ребята оборудуют гаражи да вот это гаражи по сути по сути переоборудовать вот такие вот вот такие домики с окошками там люди живут сдают жилище там да интересно сколько будет здесь стоить виноградки а изабелла да в основном сорта хороший виноград слышит для элитного винища короче завод к нам по некоторым слухам принадлежит Вадиму Владимировичу Путину но естественно оформлено все на другого человека александр баничев иногда бывает работает здесь насколько мне известно вот мы его вы увидели бы я бы у него взял бы интервью а сам завод вон там ну камерам в том направлении надо уже на другой объектив переключаться короче вот виноградники я надеюсь там будет видно постараюсь приблизить насколько это возможно и рядышком строится вернее уже построился такой вот завод так что ребята вот ну надеюсь со звуком не будет проблем виноградников слышу тут несколько гектаров походу до моря прям вот это все идет до моря такие вот элитные сорта винограды из него обалденное получается ну все естественно под охраной вот возможно даже серьезная охрана грибы есть а вы шиплонник собираете а вот по этой дороге я помню как раз вот ребята вот проехать можно можно пешком пройти но мы ехали помню на велосипеде здесь и проехали до сосновки обалденно красивый вид там можно кстати кемпинг еще из палатка постоять вот ребята вот заходим заходим и сюда вот дошли до конца забора конец забора вот этих виноградников и спускаемся потихонечку понял понял спасибо аккуратно под ноги смотри вот ноги смотри я тебе говорю какие-то змеи я помню все время сколько сколько глинжике не ходил ни разу змей не видел да нет он так шутит но он один раз видел на ты знаешь что здесь много все вот идем туриста русской туриста покоряет геленджитские просторы но это не русские туристы это местный человек нас везет не везет вернее ведет 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 в одно из замечательных мест которые он открыл для себя и поделиться этими впечатлениями с нами а я иду-иду такой-то на спуск крутой здесь спускаемся вниз к морю все спускаемся ниже давай колян проходи показывай ты же ты же сусанин идите вы нахрен я горит сам заблудился да вот так как в лесу дремучим лицу мы бродим сказочно красивым но надеюсь выйдем куда надо тяжело спускаться да это немножечко еще скользко аккуратнее аккуратнее обратно короче колена затащил какую-то хрень он шлепку спускается быстрее чем мы мы здесь не можем спуститься ребятушки вот мы начали спускаться уже к морю уже вижу даже там вдалеке где-то были проблески губы водички не туда выходим да но все равно выйдем куда-нибудь по любому вот такая ребятушки у нас тропа здоровья спускаемся вниз все ближе к морю приближаемся к цели там шторм короче ребятушки в воде в воде шторм сильный ну принципе кому как я думаю там красиво я вас снимаю я видел оператор а я кто ты ведущий а я не пеги и 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 сосновка мы идем да тут везде короче идем надо обрывом вот кто-то потерял ключики мы их подняли повесили на дерево уже видно давно потеряли решение даже проржавели идем идем я первый види сусанин суколина как после яспания такие елки здесь колючие оказывается да ты че давай аккуратно проходи колючие елочки преодолеваем препятствия идем вот так вот идем короче по тропе уже на сосновку там мы не стали спускаться рисковать там крутая лестница можно было упасть в общем-то и получить серьезные вещи есть вообще живым остаться мнение проходи ну вот ребятушки мы уже вышли на сосновую сосновку вот видно первые признаки жизни здесь люди стоят с палатками отдыхают кемпинг чё идем дальше туалет кстати вот здесь вот есть на ручку 3 часа ночи вот таких листов ну понятно вот туалет кстати чувствуется да не надо чувствуется лес чувствуется туалет мусор бросать запрещено ребята берегите природу вот она как раз вот эта сосновка да сюда мы проезжали на успеть там центральный вход там платишь деньги да там 250 рублей по моему за сутки 250 рублей платишь да ну как бы нет войти просто прогуляться не бесплатно а если ты хочешь стоять здесь установить свою палатку тогда надо платить ну тут типа как бы что тут территория огорожена парк отдыха вот видишь стоянка стоянка лагерь конечно сосновка а также допустим не сосновка где вот мы голубой бездне отдыхали там же также мы платили хотя в том месте где мы остановились платить вообще ребята сказали не надо мы находились уже за территории этого кемпинга да поэтому там не надо платить ну я же здесь был меня уже как-то не сильно впечатляет ходил я пешком до динаморска через нудийский пляж дорога не из легких и там еще и по воде надо идти там местами надо там местами короче вообще там идешь идешь по морю или пойдем дойдем до беседки там беседки присядем там не вода беседки хотел сфотографироваться там хороший вид здесь вот городочек такой люди живут да я сюда вот там моя машина стояла я заводка это не здесь люди хорошо отдыхают да я так так полагаю а вот за это за это сколько платить надо если ты хочешь посетить тысячи полторы-две блин там там написано стоянку пожалуйста палатку сюда поставить да как вариант такая заказ беседочки здесь можно сделать как же мангальчик стоит шашвычки шучок можно розетку смотри какая и свет горит зажигается все как положено да да там еще одна беседка а вот меня вот в этой ангелов и водички отдохни взять пока нас не прогнулись пока нас не прогнали маячки потери напрочь хорошо горячий ключ нам помог сильный очень дует ветер прям какой-то прям все-таки не шторм чем-то вы здесь делали диджейский пульт у вас здесь был да а ты сюда а тут вот написано номер как раз вот 965 364 68 8 но да с ночевочкой не можно и палочку просто бы матрас бы и палатку что спать было не на земле там дальше здесь обрыв лишь написано прыгаем и идем дальше да да здесь прикольно по-своему ну конечно кстати народу немного уже видно не сезон поэтому как-то похоже на день на дядю сашу я думал саша едет на велосипеде а там кто-то тусуется да ну значит мы уже не сможем заснять ничего не почему там никого нет там никого тут на велосипедах поднимаются многие мы тут тоже как как катались на велосипеде в шестнадцатом году в шестнадцатом или в пятнадцатом я уже точно не помню обрывы тут короче тут тоже мангальная зона в принципе хоро хорошее место для пикничка да очень кайфовая вот закат беседочки вот так вот это и здесь кстати об огорожена территория чтобы никто не упал за заборчик вот так вот сделано да специально лишь сделали забор чтобы выдать были уже таких несчастные случаи случае падения возможно люди перепьют и заходят туда за беседку и попадали неприятные ситуации не только местные разные приезжают люди они вот эти беседки раскидывали вот там рядышком и так вдоль этого обрыва вот такая красота здесь вот мы находимся над обрывом в одной из беседок которые здесь установлен кстати такой сделали мини магазинчик можно зайти что-то прикупить раньше тут его не было и еще есть душ шлепки подоставил ты душ сфотографировать душ ну вот этот мини магазинчик сфотографировать посидеть типа кафешечки может взять кофейку давай сделаем кофе а спросим сколько стоит а кофе есть у вас как стоит а у нас что за нами путешествия с нами андрей будман и чем у нас не сканал не ваш местный ваш в местный блогер что-ли а не 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 мы с другой мы другого места приехали но тоже про геленджик много снимали вот просто сновка решила сделать небольшой репортаж ну именно здесь вообще гуляли до гуляли мы давно уже здесь и в году шестнадцатом но здесь вот то что магазинчик сделали раньше не было кстати магазинчик у вас все нужно сезон закончился до практически а тут кстати смотрите инстаграм у вас есть до санс новка вот кстати люди заходите кого будет интересно можете зайти там и всю информацию в принципе что почем узнать тут кстати беседка примерно сколько будет стоить вот если вот компании ну те которые на добрый а палатку поставить на человека то сколько будет 250 человека до 150 человека 250 машина принципе недорого эти какая кратерия здесь маленькая киса и какой со сколько стоит давай среда спасибо а мы забрели час он туда куда-то пошли другие маршруты открывать новые блин и там потерялись там дороги нету дамы там селом поцарапались все перецарапались я там свои очки потерял уже не стал возвращаться на мой этой дорогой там нереально вернуться жалко очки конечно там просто вообще я же думала заплатно мне бы добрый человек у гостей у нас абсолютно бесплатно кофе вот в принципе вот что называется гостеприимство в геленджике я даже в шоке ну согласись нам очень добрые люди очень хорошо да вот смотрите ребята здесь вот ласточка летает ой как красиво то мы пойдем сейчас попробуем посмотреть аккуратней попробуем посмотреть закат насколько позволит конечно потому что сегодня штормовая погода и ветер сильный дует надеюсь что что-то получится вот она закатик такое ой красота да здесь запрещено трогать операции заходить за заграждение потому что это все хрупкая конструкция как бы она тут не было сделано ну на нее обогачиваться только точно не рекомендуется а то можно пострадать это точно лишь сколько здесь блогеров показывается было и на краю света еще жизнь на мой на море кстати местный геленджитский канал снимал про этом про это место я думаю многие хотят здесь побывать но вот мы жили в голубой бездне то кому будет интересно захотите по ссылке я оставлю в описании мы там жили в семнадцатом году несколько дней по моему 5 если не ошибаюсь и не по поводу этого места печально то что я потерял свои очки вот она что я посылаю беседку было бы шикарно здесь беседка ты проснулся ой палатка ты проснулся а и и и и и и и и Витейцы у нас вдалеке корабли, это возле Новороссийска они стоят. Снимаю на максимальном зуме. Волны бушуют. Море волнуется. Не по-детски. Да, стрёмно здесь лететь, если упасть. Реально просыпаешься, допустим, где-нибудь здесь палатка, здесь беседка, а тут море. Прям выходит такой вид, а внизу можно искупаться. Так что приезжайте. У них есть инстаграм-канал, более точную информацию. Мне очень понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и путешествуйте побольше. Будем.